Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас сегодня снова на канале Европейская психиатрия, доктор София Роттермель, и сегодня мы с вами продолжаем тему посттравматического расстройства. В одном из прошлых видео я уже рассказывала, каким образом проявляется это расстройство, как ведут себя люди, которые пережили какие-то ужасные катастрофические события в своей жизни. Это могли быть войны, насилие, природные катастрофы, аварии. И сегодня мы с вами поговорим о том, что же делать, какое же лечение существует к настоящему моменту для таких людей. И в частности остановимся на вопросе, что же нужно делать родственникам, близким людям, чтобы помочь. За эти годы накоплено много опыта, я даже здесь не могу сказать к счастью или к сожалению. То есть, конечно, если бы не было бы столько каких-то катастроф и происшествий, и опыта бы не было. Но с другой стороны, конечно, этот опыт может помочь уже тем людям, которые переживают такие состояния сейчас. И такой опыт накоплен в основном за рубежом. Проводилось очень много исследований. И главный вопрос, конечно, это вмешиваться ли и оказывать ли какую-то помощь людям сразу после происшествия. Мы часто слышим, когда передают репортажи о каких-то катастрофах, происшествиях, такие фразы. Психологи работают с родственниками погибших. Или психологи работают с пострадавшими. Что же происходит в этих таинственных разговорах? Что же именно делают там психологи? Есть, конечно, множество разных советов, множество разных вариантов. То есть говорить с людьми о происшествии, наоборот, не говорить с людьми о происшествии. Говорить о погибшем родственнике, не говорить, избегать каких-то тем. Давайте же посмотрим, что же больше всего зарекомендовало себя к настоящему моменту. Если у человека возникла острая посттравматическая реакция, то есть острый стрессовый или посттравматический синдром, то здесь, конечно, нужно вмешательство. Обязательно нужно помочь человеку. Это могут быть как разговоры, поддерживающие в рамках антикризисной программы, так и медикаменты. Медикаменты успокаивающие, в том числе транквилизаторы, в какие-то первые сутки, может быть первые несколько суток. И, кроме того, очень большое внимание нужно уделять тому, что люди, пережившие какое-то горе, какую-то трагедию, могут быть в первое время очень импульсивны, совершать необдуманные поступки. И, в частности, это касается суицидальных мыслей и намерений. И вот если человек высказывает суицидальные мысли, намерения, то здесь уже необходима его госпитализация для стационарного лечения. Что же конкретно нужно делать, если ваш близкий, ваш родственник, к сожалению, стал жертвой какой-то катастрофы, или насилия, или аварии, стихийного бедствия? Первое, что нужно сделать, это увести человека из места трагедии. То есть увести человека любой ценой, как можно быстрее, в безопасное место. Это при этом, конечно же, обращать внимание на какие-то физические осложнения, травмы полученные. Потому что, конечно, здесь речи нет. Если человек получил физические травмы, то это однозначно больница, лечебное учреждение. Если же травма только психическая, эмоциональная, то здесь нужно увести человека в безопасное место, согреть при необходимости, дать ему попить. То есть летом в жару это может быть прохладная вода, зимой, конечно, горячий чай, горячие напитки. Во-вторых, нужно обязательно показать человеку, что вы рядом с ним. То есть с ним во что бы то ни стало. Вы никуда не уйдете, вы никуда не спешите, вы посвящаете время своему близкому человеку. И он просто должен знать, что вы рядом, вы присутствуете. Может быть в первые моменты еще не будет никаких разговоров, но просто ваше присутствие. Элементарно быть рядом, даже заварить чай, посидеть вместе, этого уже будет достаточно. Третье правило это не нужно сразу лезть в душу к человеку с расспросами. Здесь не нужно давать какие-то рекомендации, давать свои суждения, оценки, морализировать или что-то проповедовать. То есть здесь просто нужно оставить человека в покое. Если он захочет, он рано или поздно созреет и сам вам все расскажет. Единственное, что приемлемо в такой тяжелой ситуации, это когда человек в состоянии травмы психической забывает, например, поесть, забывает поспать. Он не понимает вообще, что происходит, то есть находится в такой прострации. Вот в это время после травмы лучше все-таки как-то взять опеку над человеком, причем очень мягко и ненавязчиво. Что значит взять опеку? Это значит, например, когда человек забыл покушать, сказать, ну давай вот покушай, давай поешь, давай ложись отдохни, поспи. То есть вот именно вот такие бытовые, очень базисные вещи. И четвертое, если ваш близкий хочет с вами о чем-то поговорить, обязательно выслушайте. Здесь нужна ваша эмпатия, доверие к вам. То есть вы просто здесь даже выполняете в какой-то степени роль психолога. Не давать оценку, не давать каких-то критических резких суждений, не рассуждать о том, кто прав, кто виноват. Здесь нужно ваше понимание, принятие и со-чувствие от слова вместе чувствовать. И может быть человек даже будет вам рассказывать одни и те же эпизоды, одно и то же событие снова и снова. Это нормально. То есть это показывает, что психика пытается справиться с этим событием, пытается найти вот где-то место для этого события, дать объяснение этому событию, принять это событие. И когда человек проговаривает, то наша психика как бы излечивается. Поэтому если один и тот же эпизод вы слышите снова и снова, это нормально. Вы даже можете заметить, что вначале человек говорит о каком-то событии очень эмоционально. То есть льются слезы, человек может биться в истерике. Или наоборот, у кого-то стоит настолько сильный блок, что у человека как будто ком в горле. Он не может себя заставить говорить о каком-то событии. Но если человек начинает говорить, то со временем вот такие вот эмоциональные реакции, они все меньше и меньше. То есть чем больше выходит из человека, чем больше он это проговаривает, тем меньше уже эмоционального отклика внутри нас. И поэтому здесь очень важно, чтобы человек со временем принял эту ситуацию и смотрел на нее как на либо свое какое-то очень далекое прошлое. Например, мы вспоминаем о детстве и чаще всего уж такие события взрослых людей не вызывают каких-то эмоций. Либо это какой-то старый черно-белый фильм, либо это какой-то сон позавчерашний. Мы понимаем, что события травмирующие в жизни произошли, но эмоционального отклика уже нет. Вот к этому и нужно уже стремиться. Есть еще такой метод, который называется дебрифинг. Он активно раньше применялся во многих странах, сейчас еще где-то применяется. От немецкого слова brief это письмо, то есть повестка дня какая-то. То, что актуально сейчас и дебрифинг это как бы снижение актуальности, снижение важности какого-то события. Дебрифинг это одноразовое мероприятие для пострадавших, либо членов семьи, где каждый может высказать свое мнение, свою оценку произошедшему. И здесь же объясняется, что такое посттравматическое расстройство, какие симптомы могут быть. То есть людям дают информацию. И кроме того объясняется, что каждый человек может сделать, чтобы предотвратить развитие посттравматического расстройства. Обычно дебрифинг производится через какой-то не очень долгий период после аварии или какого-то происшествия. И было показано в последнее время, что дебрифинг не имеет такой эффективности, как хотелось бы, как предполагалось. Дебрифинг не всегда проводят специалисты. Это могут быть люди без специального медицинского или психологического образования. Это могут быть парамедики, специально обученные ведению такой вот групповой беседы. И в последние годы было показано, что не нужно обязательно людям, пережившим какую-то травму, лезть сразу же в душу и сразу же назначать какую-то терапию. То есть должно пройти время. Да, у человека первый шок, первые какие-то реакции на стресс. Потом должно пройти время. И вот это время покажет, насколько человек сам справляется с этой ситуацией. Так, например, Британский институт клинических стандартов рекомендует такой метод, как выжидательное наблюдение. Это как раз вот дать человеку время. И кроме того, в это время, конечно, могут проводиться какие-то беседы по потребности с психологами. Но они больше такого общего плана, поддерживающего плана. Это не специальная психотерапия. Если уже присутствует посттравматическое расстройство, то здесь хорошо себя зарекомендовал метод дозированной конфронтации с травмой, с травмирующим событием. То есть постепенно, когда уже установлен контакт психотерапевта и пациента, когда пациент чувствует себя в безопасности здесь и сейчас, то тогда можно уже начинать такой метод лечения. Что значит переработать или принять такую травму, такое событие? Это значит, что на смену дисфункциональным механизмам нашей психики приходят функциональные механизмы. Здесь следует пояснить, что такое дисфункциональные механизмы. Это те механизмы обработки какого-то события, которые нам мешают, которые не ведут к улучшению, которые не дают нам ничего хорошего практически в жизни. То есть, что такое дисфункциональный механизм? Это, например, избегание. Уже давно показано в психологии, что чем больше человек избегает, тем больше он закрепляет ту или иную свою реакцию, то или иное событие. И в то же время есть функциональные механизмы, то есть, когда человек все события какие-то негативные переводит в свой опыт. То есть, когда человек извлекает для себя что-то полезное, когда он делает уже правильные выводы. Кроме того, функциональная реакция это, например, принять то, что какие-то события произошли не по собственной вине. Это была просто цепочка неудачных, неблагоприятных стечений обстоятельств. Кроме того, травма может активировать все незрелые дисфункциональные механизмы нашей психики, которые до этого не проявлялись. То есть, они как бы спали, потому что они нам не были нужны. Какие-то механизмы не были отточены в детстве, к примеру. И когда человек повзрослел, он не пользовался вообще этими какими-то механизмами, какими-то стратегиями. Но потом травма выявила то, что эти стратегии недостаточно сформировались в детстве. То есть, например, одна зрительница написала под видео прошлым на канале, что ее брат пришел с войны зверем. Так вот, как раз такое дисфункциональное поведение, реакция, это может быть, например, злость, агрессия. Это может быть уход в себя, это может быть тоже избегание. То есть, все это незрелые дисфункциональные реакции. В настоящее время применяют два основных метода лечения посттравматического расстройства. Первый метод это когнитивная поведенческая терапия, КПТ, ориентированная на травму. То есть, это в первую очередь, конечно же, разъяснительная работа о том, какие механизмы включаются, чтобы человек сам увидел, как он отреагировал, что такое норма, что такое уже реакции, выходящие за пределы нормы. То есть, это просто разъяснение, также это расслабляющие упражнения и, конечно, конфронтация с травмирующим событием, с травмирующими факторами. То есть, либо человек вспоминает, либо, конечно, если это произошло в том месте, которое еще существует, то бывает такая конфронтация, когда человек уже идет на это место и там опять что-то переживает. Второй метод это метод десенсибилизации и переработки движением глаз по Шапира. Достаточно известная техника, когда на сеансе у психотерапевта человек начинает что-то вспоминать, погружается в это состояние и в это время производит движения глазами, которые направляет психотерапевт. Считается, что во время такого процесса у нас происходит большая интеграция таких травмирующих событий в нашей психике и лучшее взаимодействие между обоими полушариями головного мозга. Но здесь надо сказать, что метод не применяется сам по себе, это просто одна из техник. И обычно эту технику интегрируют уже в целостный, в комплексный подход психотерапии. Есть еще, например, психодинамические методы, есть гипноз. То есть, конечно, я уже уверена, что будут спрашивать под этим видео про гипноз, но результаты не такие, к сожалению, пока еще впечатляющие, как от двух вышеперечисленных методов. И кроме того, человека, который пострадал, можно поддержать первое время и медикаментами, если развилось посттравматическое расстройство. То есть, это некоторые медикаменты из группы антидепрессантов. Но надо сказать, что такими медикаментами вылечить посттравматическое расстройство, как таковое, нельзя. То есть, медикаменты это, опять же, только составная часть комплексного подхода в лечении посттравматического расстройства. А я надеюсь, что сегодняшнее видео было для вас полезным и интересным. Ставьте лайки, обязательно задавайте вопросы, делитесь своим опытом. И до следующего раза!